Сейчас, Серега, поздравляю. Поздравляю, поздравляю. Спасибо огромное. Рабочий день Глеба Евстифеева сегодня начался раньше обычного. У него особая миссия – вжиться в роль Деда Мороза, сменившего Саня на трамвай. Это развлечение для него не ново. Так он дарит пассажирам новогоднее настроение уже четвертый год. С тех пор, как пришел работать в Кировское трамвайное депо водителем третьего маршрута. Почему бы и здесь не поднять настроение предновогоднее? Сколько детских улыбок, сколько взрослых. Все даже приветствуют. Там даже пожилые, дедушки, бабушки, идут. Я приторможу чуть-чуть, позвоню, увидят. О, классно. Все сразу растекается в улыбках. Это такое счастье для меня. Большое настроение, чтобы оно никогда не прекращалось. Спасибо. Дед Мороз дарит пассажирам елочные игрушки и мандарины. Кондуктор ему подстать в образе снегурочки. Я так рада, что с таким настроением я иду на работу. Вообще все здорово. И с наступающим в основном. Вот зашли, аж прям удивительно. Хорошо. Для людей это прям настроение поднимает. Очень приятно. Очень приятно, конечно, когда такое уважение к людям. Дарят подарки. Перемен от Нового года ждет и директор ТТУ Михаил Ефремов. Так, для города планируется закупить 152 трамвая. Заявка в оригинальное министерство уже представлена. Все это сделано для того, чтобы поднять настроение нашим пассажирам. В преддверии Нового года мы всегда, не в зависимости от нашего возраста, мы всегда надеемся на какое-то чудо, на какие-то исполнения желаний. Трамвай третьего маршрута практически подготовлен к празднику. В ближайшее время все трамваи и троллейбусы украсят праздничной атрибутикой. И уже на следующей неделе ТТУ готовит еще более креативный рейс, какой пока организаторы держат в секрете. Мэри Елчан, Василий Калдашев, События.